Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Истворение свидетеля Анна Златоуста. Преданный роскоши и пресыщению, как бы не наполнял своего чрева, даже на один день не может удержать в себе этого запаса, но с испражнением его принуждается собирать новые запасы, не различаясь таким образом ничем от потока. Как в потоке едва минует одна струя, за ней выступает другая, так и здесь. И сливает одна пища, и нам нужна другая. Таково свойство житейских вещей. Они никогда не останавливаются, но всегда текут и одна за другой увлекаются. Что же касается до удовольствия и сластолюбия, то они не только текут и проходят, но еще приносят нам много тревог. Когда им предаются с увлечением, то они и крепость тела ослабляют, и душу лишают мужества. И не так сильное течение рек размывает берега и обрушивает их, как сластолюбие и пресвящение подрывает все опоры нашего здоровья. Пойди в больницу и спроси об этом. Там узнаешь, что отсюда происходят почти все болезни. Умеренная простая трапеза, мать здоровья. Так называют ее и врачи, признаваясь здоровым, не наедаться до сыта. Умеренность пищи, говорят они, и есть здоровье, а пища скудная, мать здоровья. Если же умеренность пищи источник здоровья, то явно, что пресыщение источник болезни и недугов. И рождает такие страдания, которые превышают и самоискусство врачей. И действительно, боли в ногах, боли в голове, в глазах, в руках, дрожание всего тела, удары, желтуха, продолжительные острые горячки и многие другие болезни. Теперь не время перечислять все. Обыкновенно рождаются не от воздержания и благоразумного образа жизни, от объедения и пресыщения. Если же хочешь знать и болезни души, отсюда рождающиеся, то увидишь, что любостяжание, разврат, уныние, ленность, любострастье и все непотребства отсюда ведут свое начало. Души людей, питающиеся такими трапезами, ничем не лучше ослов. Так терзают их эти звери. Говорит ли еще о том, сколько скорбей и неприятностей получают преданные пресыщению? Всех их исчислить невозможно. Покажу все в одном и самом главном. Они никогда с удовольствием не наслаждаются своим столом, даже самым роскошным. Воздержность – мать как здоровья, так и удовольствия. А пресыщение – источник и корень как болезни, так и неудовольствия. Где пресыщение, там не может уже быть охоты к пище, а где нет охоты, там может ли быть удовольствие. Поэтому между людьми бедными мы находим таких, которые не только благоразумнее и здоровье богатых, но и больше их имеет веселье. Я, обо всем этом размышляя, будем убегать пресыщение и пьянство, не только за трапезой, но и при всех житейских обстоятельствах. Вместо того будем лучше искать наслаждений духовных. И по выражению пророка «насладимся Господом», – говорит он, – «насладимся Господом и даст тебе прошение по сердцу твоему, чтобы нам вкусить и здешних, и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь». Господи Иисусе, Христос и Небожий, помилуй нас.